Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И сегодня мы прогуляемся по корабельной набережной. Сегодня 9 мая, День Победы. Праздник великий, радостное событие. И здесь вот на корабельной набережной выставили военную технику на радость детишкам. Полазить по танкам, посмотреть военную технику. Также стоят нарядные кораблики с флажками. Погода немножко распогодилась, только что шел дождь. Мы были на маяке, я снимал. Утром я снимал, пытался снять пролет военно-морских сил, но не получилось этого сделать. И сегодня я решил пройтись по корабельной набережной. Также поснимать немножко видео для вас, для блога Владивосток. Да и для себя просто прогуляться, посмотреть на красоту города, насладиться ей. Тучки, надеюсь, сейчас раступятся и будет уже намного комфортнее, не так промозгло и холодно. Сегодня утром стреляли вот эти пушки, давали залпы в честь Дня Победы. А подплыл какой-то кораблик военный. Швартуется. Офицер. Принимает корабль. Там все-таки вон ребенка какого-то. Водили на экскурсию. На военный секретный запретный объект. Водят детей. Отсюда открывается отличный вид на мост. На корабельной набережной находится красный вымпел. Это музей. Музейный экспонат. Корабль. Еще царские, наверное. Царские постройки. Также отсюда видно подводную лодку. Рядом с современными кораблями у нас процветает ручной труд шлюпки, которые текут. Здесь также отреставрировали корабельную набережную. Очень приятно гулять по ухоженным местам города Владивостока. Классно, что потихонечку занимаются обустройством города. И он все хорошеет и хорошеет. Пока мы гуляем, выглядывает солнышко. Становится теплее. Здание управлением военно-морского морским флотом Дальнего Востока. Красота. На корабельной набережной установили памятник пионерам подводного плавания на Тихом океане от благодарных потомков. Вот такой памятник. Люди, горожане гуляют, отдыхают, наслаждаются морем. Кстати, пахнет очень приятно таким морским ароматом. Отсюда подводную лодочку можно наблюдать. Кому интересно, может сходить на экскурсию. Это музей. Это первая подводная лодка, которая сделала кругосветное путешествие. Также она участвовала во Второй мировой войне. Там часовня стоит. Новый памятник поставили Сауженицыну. Он после вынужденной эмиграции Возвратился в Россию Через город Владивосток. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Еще больше новых видео Интересных мест города Владивостока И не только Отзывы, честные отзывы о товарах Путешествия в различных местах Ну, в основном Видео про город Владивосток Будут Про его окрестности Достопримечательности Интересные места Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте Увидимся в новых видео Спасибо вам за внимание